вот эта тема рот ну и тема финансы но там все проще да я в силам налажены в этих отношениях как она может быть весь финанс особенно если ты с комплиментами да скажи три комплимента тебе же деньги понесут же яичники тебе будут давать за то чтобы услышать почему потому что их такой ругают а тут ты какой смысл брать у тебя штраф если целая куча людей которые ругают с них можно взять штраф а тут внутри намного больше хочет чтобы его уважали чем чтобы его презирали ты с уважением почему-то же часть дороги может быть часть дороги там требует денег каких-то как благотворительно себе на будущее только вместо денег любви взял и больше тебя ничего не надо езжайте никаких проблем да осторожно там еще яичники стоят спасибо он удивленный такой ты не злишься без лица потом спрашивает пассажира что ты им сказал как будто если я им скажу что я сказал то у него получится здесь вопрос не том что я сказала как я к ним отношусь я могу сказать абракадабру да скануешь счастливого пути вопрос же не сказала в том что почувствовать люди это чувствует и тогда он не останавливать не будет ну немножечко я хотел денег женщин кого-то интересует вопрос день как 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 вообще эти то что тут важно знать я не буду вам давать основы финансовой грамоты так подетально я вам порекомендую там найти вторую баню там расписано по деталям даже что надо делать просто тупо делайте через полгода поговорим вы заметите что ваши доходы вырастут я думаю да сейчас она проблема в живом виде да у меня там есть там пару книжечек еще но у меня есть она в письменном виде в электронном в электронной весе обычно мне когда обращаются я высылаю обратитесь то я вышлю там по но по почте можно через контакте я редко туда захожу или скайпе либо этот самый фейс фейсбук когда я отреагирую сразу лишь контакт я туда захожу как у меня руки тогда стрельчик валерий да наберете выскочите на меня и так дальше ну что по финансам я хочу сказать да ну первое что надо понимать в принципе вот если вы вот эти три вещи будете знать да то и все снова такой детали как то есть стратегически я вам сейчас покажу но как это все делать что вам нужно самый главный вопрос зачем зачем это чтобы выполнять свою миссию чтобы выполнять свою миссию это создать то есть стиль жизни где вы можете чувствовать себя счастливым и вот шел хорошо в бане там распитом же даже табличка есть как это все высчитывается то есть для того чтобы вы жили вы же знаете вы будете тратить деньги хотите не если вы посчитали что вам надо вот так одеваться в таком доме жить содержать там машину там тут а тут придумайте себе то есть мечта на самом деле эта картинка плюс цифра и цифра картинка это как я живу образ а цифра это сколько это стоит поняли да такой считайте вот эту цифру это сколько стоит в месяц в каких-то единицах гривна в месяц доллар в месяц ну что-то в месяц можно и в год да ну мы как-то привыкли больше месячным этим самым все и когда носили ну для чего вам нужна цифра потому что цель циферная должна быть то есть ум должен четко он же так у нас ему дать и посчитать на конкретно хотя говорит абстрактными вещами был приучили но результат он фиксирует конкретно попроще неизмеримо не то есть если в системе неизмеримые критерия то есть нет измерения нет управления вы же не знаете достигли вы цели не достигли если нету критерия сравнить я уже столько получаю сколько мне надо или еще пахать над поняли да если столько то остановись уже можно отдыхать ну поняли идею да соответственно разве будете тратить деньги и вы посчитали например вам тратить десять тысяч долларов в месяц скажите то какая сумма должна приходить чтоб тратить десять тысяч очень тяжелая математика сколько надо должно прийти чтоб ты мог потратить десять почему 10 довести можно и одиннадцать туда одном запасе будет но заметьте каждая в запасе уже требует вашего внимания уже эти деньги будет где-то в запасе лишние то вы будете беспокоиться о них уже остальные пристроенные а эти как-то приходит куда их девать это уже беспокойство это уже перебро они добро зела уже начинается если там много не так посчитайте а здесь же есть ваша благотворительность есть вот он и если сюда пусть не хоть двенадцать тысяч то есть пересчитайте все чтобы для вас ну какой-то резерв аста непредвиденные расходы две-три штуки ха себе там будут штука себе штука жене там но вдруг захотелось называется такой пункт расходов вдруг захотелось бывает такое вдруг что-то захотелось ну на тебе штуку и так дальше то есть понятно что раз приходит 10 и узнаете я обычно задаю вопрос когда на своей работе там да не работаешь куда должен сделать чтобы зарабатывать такие деньги то что поешь на этом поезде то есть если я нахожусь в поезде например харьков и это там 5000 гривен вместе до финансово то есть финансовая территория это такая же как и это самое а мне нужно например там в париж а это 10 тысяч долларов или это 5000 долларов или гривен то есть мне по сути надо знать где я нахожусь второе куда надо ехать и что уметь ехать правильно то есть на какой-то поезд как мы в поезжении там или в берлин выбираем транспортное средство то есть какое-то инвестиционное средство канал youtube шмутуб недвижимость ну то есть на чем-то мы едем к от пяти тысяч до десяти тысяч да я человеку задаю ты зарабатываешь сколько на 5 тысяч долларов ой извините гривен дашкалька на допустим сколько надо работать на этом поезде ехать чтобы ты приехал 10 тысяч на той работе где ты работаешь долларом никогда значит и не на поезд стоит на месте он выглядит как будто ты что-то делаешь ходишь да на самом деле ты стоишь на месте 40 лет 5000 где париж группа на это голос гола как его не шоу пошло немножко снова выглянула кошка опять поспал немножко снова выглянула кошка тоже за снова кого не петровка из платформы говорят спит и на фиг задолбал понятно что на какой-то другой поезд так что бросать этот поезд не надо бросать надо понять как она работает и поэтому тебе нужно что-то что дает тебе 10 тысяч долларов в месяц понятно для этого тебе надо знать всего три вещи первая вещь тебе надо знать как увеличивать дельту ну что многие думают что нужно знать как увеличивать доходы и увеличивать доходы нет надо знать как увеличивать дельту дельта там разница между доходами и расходами вот она дельта вот я ее изображу буквой d видите Ты получаешь 10 яиц в корзину и тратишь 9 яиц. Какая дельта? Единичка. Легко высчитывается дельта? Высшее образование надо. Обязательно финансовое. Потому что такое не подойдет. Гуманитарное? Нет, нет, нет. Это не для гуманитария. Вот теперь смотрите. Я живу какое-то время. Я беру корзину. Я гуманитарий. Мне на работе кладут туда 10 яиц. И я съедаю все 10 яиц. Сколько в корзине останется? Ноль. Если эту нехитрую операцию делать 12 месяцев в году. Сколько за год у меня в корзине будет яиц? Ноль. Если эту операцию делать 40 лет подряд. Сколько у меня в корзине будет яиц, когда я не смогу работать? То на какие шаши я буду жить, когда я не смогу работать? То есть на пенсии. Что тут непонятного? Люди не понимают. Я не понимаю в деньгах. Что тут не понимают? Время, яйца. Положи, забери, положи, забери. Сделай это 12 раз. Потом еще 40 раз это сделай. И ты проживешь жизнь. Потом будешь смотреть корзину, только в возрасте у тебя другой. Вот тебе, представ, утром ты просыпаешься, у тебя пустая корзина. 4-5. Оденься, как сможешь одеться. Покуни, насколько долго в квартире поживешь, которую тебя заберут за долги. На улице выйди, попитайся. Поживи один день в этом состоянии. И ты на всю жизнь поймешь, что такое жить на пенсии. Снова развернись. Фу, слава богу, что он еще не такой. Начинаем изучать. Если я кладу 10 яиц, съедаю 9. Сколько в корзине? Одно. Одно. Если эту операцию делать 12 месяцев в году, сколько за год? Это 13-я зарплата, правильно? Это корзина. Если я каждый... То есть, смотрите, если я даже вот это делаю, то я обучаюсь второй вещи. Первое, увеличить, то есть дельту создавать. Я из нуля сделал единицу. И второе, я что? Я начинаю по яйцу откладывать. То есть второе, что мне надо научиться, это сберегать. Не съедать эту дельту. А я скидку получил на кофточку. И куда дел? Блин, трусики купил. Получил я ее? Получил, но не сберег. Поэтому первое, сберегать. Другое, сберегать. А теперь очень банальный вопрос. Вот это у меня яйца за год в корзинке. Что нужно сделать, чтобы яйца неслись? Как сделать так, чтобы эти яйца начали нести яйца? Очень тяжелый, высоко дифференциально-интегральный вопрос. Нужно курица. Куда-то их всунуть, то есть вложить. Куда-то всунуть. Потому что основные я уже вложил. Куда? В лудок. В штаны, на голову. Часть подарил на благотворительность. А часть куда? Под курицу. Не съедай все яйца. И что через какое-то время будет, если я посажу это под курицу? То есть мне что-то. Змус это противоат. Ну, змус это зацекает и противоат. И тогда курица что будет? Из этого яйца вот 9 куриц, да? И каждая курица будет сколько? По яйцу пускай несет. Если я потом снова их по яйцу. И так делать до тех пор, пока количество несущихся курицей яйцом не сравнится. Уловили идеи? Вот и вся технология. Надо еще время определить, чтобы курица вынесла. Конечно. А ты берешь калькулятор, для чего эта баня дана? Начинаешь считать на этом самом, на калькуляторе сколько времени надо, и фигеешь. Оказывается, 3-4 года. 3-4 года? Чтобы тебе 5 тысяч как зарабатывало, а через 3-4 года как зарабатываешь на своей работе, если она тебе нравится. То себе и работай. А курица уже несет остальные деньги. Все, что надо сделать, это взять калькулятор и тупо посчитать. Что будет? Если я каждый день буду 10-ю часть откладывать, в течение года накапливать ее, и потом вкладывать их. Только надо взять исходные данные, сколько какая курица, с какой производительностью дает. Недвижимость с такой скоростью генерирует деньги. Можно вложить это, купить квартиру. Маловато за год на квартирку. Значит, можно что-то другое. Например, покласть на лайки. И не себе лайкается, а народ тебе что-то покупает. То есть, есть масса вариантов, где можно вложить вот эти денежки. Самое главное, научиться их откладывать и не съедать. Чтобы дельту увеличивать, надо научиться что? Ограничивать себя тем, что привык до тех пор. А это увеличивать. Потому что многие идут сюда и забывают вот это. Если он раньше зарабатывал 5, то в долг 5-5, 5-5 боялся. Начал зарабатывать 10, то он уже в долг берет 10. Ну, со следующей зарплаты же отдадим. Не отдашь. Почему? Потому что тебя поймают. Вот это я сейчас главное расскажу. Как устроена денежная система, почему нас ловят на этой схеме. Интересно? Теперь смотрите. Первое, что нужно понять, как работают деньги. Как вы думаете, для чего деньги нужны? Версия. Функция денег. Обмен. Обмен. Еще? Жизнь и обеспеченность. Деньги нас в жизни не обеспечивают. А это обмен. Эквивалент. Смотрите. В денег две основные функции. Представьте себе, что вот есть страна, в которой живет 5 человек. Вот я сейчас буду говорить вещи, которые можно только почувствовать. Потому что большинство людей их не соображает. И вы их зрительно не заметите. Их невозможно заметить. Потому что зрительно все нормально. А когда вы представили все вместе, вы сразу поймете, в чем дело. И представьте, что 5 человек занимаются любимым делом. Им нравится делать то, что им нравится. У них что-то получается, какое-то дело. Ну, какой-то продукт. Конечно. И допустим, этот произведет какие-то продукты. Эта какую-то одежду. Допустим, они там автаркия. То есть самодостаточность. Это там какие-то знания. Это какие-то инструменты. Это какие-то снадобья. Может быть такое? Отлично. Я занимаюсь любимым делом. У меня получается что-то. Но мне только хлеб нужен? Нет. Мне же еще иногда нужна там и одежда. Штанишки снеслись. Мне же нужно иногда там иголочку купить. Зашить эти штанишки. Иногда голова заболела. Надо какую-то жидкость выпить там. Чтобы полегчало там помыться. Голову помыть. Ну, я не знаю, какие-то вещи. Ну, то есть мне надо обмен. А скажите, а как поменять? Сколько фломастеров за булку хлеба? То есть нужна какая-то единица пользы. То есть когда я удовлетворяю свою потребность, то есть пользуюсь, пользую себя, то вот эта польза мною как-то измеряется. То есть длина измеряется метром, площадь квадратными. Мне надо измерять эту пользу. Какими единицами? Ну, какими-то метрическими единицами. Давайте назовем их деньги. То есть какая функция денег? Средство измерения пользы. Поняли, да? То есть как-то мерить. Тогда можно менять булку на эту. Но неудобно. Почему? Потому что я с булкой пробежал за штанами. Он говорит, я только вчера поел, мне не нужно. Он еще две булки сидит. Еще они кончились. А что тебе надо? А мне надо там лыжи. Опа. Я бегу со своей булкой за лыжами. А тут говорит, я тоже поел. Ну, вот мне бы там попить. Я теперь со своей булкой бегу. И пока я найду того, как нужно, то мне снова надо новые обуви. То есть вместо заниматься любимым делом, я буду беготней заниматься. Неудобно. Вот классно было бы какое-то средство обмена. Правильно? Придумать, чтобы было общее для всех. И одновременно еще было измерителем пользы. Это гениальное изобретение. Правильно? Все ли жители и придумали, да? А как это, как запустить деньги здесь? Надо как-то измерить пользу каждого. Договориться, что это столько-то, польза это столько-то, да? Давайте допустим, что они одинаково оценили свою пользу. Вот у них запасы товара, они оценили. 100, 100, 100, 100, 100. Вы поняли первый урок по деньгам? Деньги задуманы как мера пользы и средства обмена. Значит, если у нас есть это, нам легко обменяться, потому что знаем, что на что. И второе, легко это физически сделать. Потому что достаточно иметь деньги, мне не надо каждому бежать. Я одному отдал, а тот потом эти деньги поменять на другой. Хотя сами деньги, они мне не нужны. Я их на хлеб не на марш, я их не одену. То есть это просто средство, не цель. Поняли, да? И давайте допустим, сколько надо денег выпустить, чтобы можно было быть обменом. Сколько всего товара? Товаров у нас 500 единиц пользы. А денег? Эквивалент. Столько же, да? То есть денег нужно выпустить столько же, 500. И тогда курс денег к товару, товарной стоимости к денежной, будет один день, товарная польза равняется одна денежная польза. Это понятно? Да. Понятно. А теперь смотрите, что происходит. Как вы думаете, если это мое любимое дело, как раньше делали, то я буду сидеть и ничего не делать? Или я буду продолжать делать, потому что мне это нравится? То товара у меня больше станет или меньше? Больше. Понятно, что я произведу больше, чем я съедаю. Производительность и так далее. И через какое-то время, давайте допустим, что у нас стало 200 этих запасов. То есть мы все разбогатели в товаре. Видите? А денег? А денег меньше. Денег не хватать стало. И какой курс сейчас во втором случае? То есть 1. Так, 1. Товар? Не, 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 не. 0,5 товара равняется 1 деньга. Или 1 товар равняется полденьга, наоборот. 2 товара, 2 товара равняется 1 деньга. Вот так вот. То есть получается, деньги подорожали. А теперь давайте задумаемся, что будет у нас происходить, если деньги дорожают? Это же процесс будет продолжаться. Вот представьте себе, сегодня за гривну я могу купить мороженое, а завтра 2. Что я буду делать? Есть мороженое. А держать деньги? А завтра как? Сегодня квартиру ты можешь купить за 10 штук, а завтра за 10 штук 2. Я придержу. Я придержу. А скажите, я один такой умный. Мы все. И что будет? Все будут придерживать. Денег еще больше будет не хватать. Они еще и будут дорожать, что спрос на них повысится. И соответственно обмен за сократится и стагнация начнется. То есть укрепление валюты, это называется укрепление валюты, или дефляция, а не инфляция, приходит к тому, что мы перестаем меняться. Застой происходит. Поняли, как в стране остановить? Ну, обмен. Просто деньги убрать каким-то образом. И тогда люди не смогут, потому что нечем платить. Как бы все есть, а купить нельзя. Почему? А денег нет. Уловили идеи? Что нужно сделать, чтобы восстановить равновесие? Первое. Сделать еще раз эмиссию. То есть напечатать денег, это сделать эмиссию. Блин, попридумывали слово, чтобы остальные не разобрались. То есть первое, сделать эмиссию. Но этого мало. Вот смотрите, представьте себе, что они собрались, сделали эмиссию, и вот лежит кучка эмиссии. Какую сумму надо эмиссию выпустить? На тысячу. Вот лежит кучка денег. Что теперь с этой кучкой надо сделать? Раздать. Как? Кому? Сколько? Пропорционально пользе, которая у каждого выше старой. Правильно? То есть по труду каждому справедливо было бы. Теперь у меня к всем вопрос. Когда вы последний раз получали свою долю от эмиссии? Когда? А куда она делась? Все затихли. Это интересный вопрос, да? А знаете, какое правило первое денежное? Кто присваивает эмиссию, тот присваивает собственность. Правильно? Нормально было бы взять вот эти 100, разделить каждому по 100, и всех будет по 200, и по 200. Курс будет снова один к одному. Правильно? И все вместе дружно в два раза обогатели. Правильно? Я могу же теперь на этих 200 купить часть этого, часть этого. То есть в итоге мы перераспределили деньгами сами себе. Да. Но основное, что мы изучаем, мы изучаем там Бодо Шефера, и там показано, как увеличивать свои доходы. Но нигде вы не будете изучать, куда деваются деньги от эмиссии. Правильно? А правило основное денежное звучит так. Кто присваивает эмиссию, тот присваивает собственность. Уловили? А скажите, знает кто-нибудь, что такое инфляция? Это что значит? Как это физически? Это значит, что товара там 2000, а денег, эмиссия выпущена на 2000. Или там на полторы. Значит, еще больше. И когда вы больше получали последний раз? Кто его получает? Кто же эти деньги печатает? Как вы думаете, в версии кто печатает деньги? Ну а кто это? Те, которые все присвоили. А как они нам, где они, куда их девают, куда их впихивают? Как они это делают вообще? Никогда не задумывались? Ой, ребята, это гениальная идея. Я когда разобрался в ней, я просто ржал и плакал. Ржал, потому что это таким простым способом. Зарабатывать деньги, я такого еще не встречал. Но при этом так кидануть всех остальных. Вот представьте себе, вот вы эти пять человек, у вас было тысяча, я как-то вы когда-то догадались это напечатать, не знаю как. А теперь у вас товара стало больше, а денег осталось столько же. Если сохранится такая пропорция, то вы заметите, что денег не хватает. Правильно? А теперь представьте, я взял, напечатал эти деньги и каким-то образом впихнул сюда в оборот. Как его впихнуть в оборот? Скупить у вас товар. Я могу назвать фальшивые деньги. Вы заметите, что цена поменялась в деньгах? 200, 200. Ну поняли, то есть, тысяча и тысяча. То есть вы даже не заметите, что я у вас стырил деньги. Вот почему фальшивого монетчика всегда сажали. Почему? Потому что как бы, ну подумаешь, ну по сути, он не сделал собственность. Сел, нарисовал деньги, ты пашешь, а я рисую. Ты пользуюсь людям? Ну потому что твой товар пользуюсь, скорее всего. По крайней мере, подразумевается, что он принесет. Раньше фигню не делали. Потому что он не покупает ее. То есть пользуюсь. А деньги, это что бумажки. Сел, нарисовал. Или там раньше клепало и так дальше. Почему эти защиту начали делать и так дальше. Поняли? Поняли саму идею. То есть сам смысл поняли. Кто эмиссию, тот присваивает свойства. А теперь смотрите, как хокма сейчас устроена. Можно же по-другому деньги сделать. Потому что если я слеплю фальшивые деньги, то вы меня рано или поздно поймаете. Давайте я по-другому сделаю. Если у вас денег не хватает, то первый вариант. Вы можете собраться, напечатать эмиссию. Но есть второй вариант. Прихожу я в холстуке. Ребята, Наташка, тебе денег не хватает? Я тебе выручу. У меня есть. Я тебе свои дам. Я даю тебе в долг. А где я их беру? Они где? Их выдумываю. Я создаю банк. Там у меня компьютер стоит. Ты приходишь ко мне. Берешь меня в долг. И в тот момент, когда ты подписываешь долговой договор, именно в этот момент мне нанятая Ирочка или Мариночка за зарплату. На компьютере набирает 1, 0, 0, 0, 0, 0, enter. И появляется долг. Сколько стоит Ирочка, 5 нулей и 1 единичка? За сколько времени примерно наберешь? 100 тысяч. На компьютере? За 2 секунды. Зарплата ее там 200 долларов. Это 8 рабочих, 172 часа. Сколько стоит 2 секунды ее работы? Вот это моя себестоимость. И с этого момента ты мне должна 100 тысяч. Я могу тебе больше дать. Миллион. Ирочка, хватит тебе времени еще 1, 0 добавить? Я готов тебе дать больше. Знаешь, в каком случае я тебе дам? Я условия поставлю. Ты еще и вот эту бумажку подпишешь. И заложишь вот то, что у тебя реально есть, вот то, что у меня вообще нет. Что в случае, если ты мне не отдашь денежки, то я в тебе заберу то, что у тебя реально есть. Уловили идеи? Поэтому сегодня деньги вбрасываются кредитами. Если вы посмотрите, у меня там статейка есть, самая идеальная афера, а сейчас я еще и на блоге там разместил, там «Зачем мне знание» называется. То как это делается сейчас? То есть раньше, чтобы у тебя стырить что-то, я должен стать бандитом, ночью забраться в твою хату и украсть у тебя что-то. Ну, что-то реальное. Из-за этого меня могут посадить. А сейчас не так. Сейчас мне даже не надо вставать. Мне надо дождаться, пока у тебя не будет хватать денег. А у тебя их рано или поздно не будет хватать. Почему? Потому что люди на месте не сидят. И тогда ты ко мне придешь, главное, чтобы ты знала, что у меня деньги есть. Я беру небольшую сумму денег, пишу, «Мри, я уже сегодня». Я тебе письмо пишу. Прямо сегодня ты можешь купить квартиру. Ты только приди ко мне. Ты приходишь ко мне, берешь у меня деньги, которых нету, которых Ира напечатала, под залог той квартиры, которую ты завтра купишь. Идешь на работу рабочую, что-то зарабатываешь. Так вернуть ты должна мне не 100 тысяч, а 100 тысяч плюс. То есть я на ничем еще и тебе проценты навалю. Поняла? Чтобы ты мне вернулась. Чтобы уже наверняка ты не смогла вернуть. Знаешь, почему не смогла вернуть? Потому что если я выдам каждому человеку миллион, а вы должны вернуть миллион с чем-то, то его просто нету. Я же еще не напечатал его. А ты не имеешь права печатать, потому что я тебя посажу за то, что ты фальшивые деньги. А мне можно. Почему? Потому что у меня есть закон, который говорит, что мне фальшивые деньги можно печатать. Называется закон о банковской деятельности. А тебе нет. То есть мне можно мошенничать, но для того, чтобы я не подставлялся сам, мне нужно, если я сам подставлюсь, то рано или поздно вы просто не поймете ничего, на морду набьете. Правильно, что это за фигня? Берет фальшивые деньги, дает еще и под проценты. Я пошу и не имею права дать под проценты. А он рисует, притом пальчиком Иры. Поэтому что здесь нужно? То есть система работает очень просто. Вот банковская система. Вот центральный банк. А вот коммерческие банки. А вот мы, 5 человек. Похоже? Да. Похоже. Отлично. А теперь смотрите. Центральный банк делает одну простую вещь. Как в стране кипиш построить? Я делаю ставку резервирования. Старка резервирования, например, 10%. Что такое ставка резервирования? Если вы будете читать закон, то вам покажется, что ставка резервирования говорит, что если вдруг вот эта Галя покладет деньги в банк, 100 этих самых, то 10 резервируется в центральном банке, а 90 можно выдать в кредит. Так закон говорит. Это мы так его понимаем. На самом деле закон другое говорит. Закон говорит, что действительно 10% резервируется, и банк имеет право выдать 90%, только не от твоих денег, а с воздуха. А теперь смотрите, как работает. То есть стоить, вот вам вот эти деньги, допустим, всех по 500 товара, ну по 100, чтобы одинаково было. По 100, по 100, по 100. Тут тысячи. То есть 500 и тут 500. То есть все в балансе, один к одному. Но Галя поклала деньги в банк. Понадобились деньги Наташи. Наташа приходит ко мне, я в банке, дай денежек. Нет, ну по-прилям. Я ей выдаю 90 бумажных денег. Я, конечно, побеспокою, чтобы они попали на счет Наташиного банка. Мне намного выгодно, чтобы она карточку брала. Заметили, карточки продаются? Почему? Потому что тогда в этом банке, которым владеет Таня, например, там такие же условия. Сюда пришло сколько денег? 90. Ставка резервирования сколько? 10. Значит, 10% резервируется. Сколько остается? 81 гривна. И выдает кредит Паше. Да? То есть имеет право. Паша тоже покипишевался. Мария уже сегодня. Это его денег. Там 81 гривна здесь. поступило 10%. Минус 8, 100. 72 гривны можно выдать. Мария не 72. Итак, 90. Скажите, сколько можно вот так гонять эти деньги? Общее количество денег. Вот эта вещь называется мультипликатор. М равняется единица разделить на R. Ставка резервирования 10%. Это сколько в десятичном? 0,1. Разделите единицу на 0,1. Сколько будет? 10. Правильно? Что это значит? Это значит, на каждую покладенную гривну в банковскую систему банковская система генерирует сколько? 10. Но там твоя. То есть 9 дополнительных. И сколько в банковской системе появляется плюс денег? Если положили 100, еще 9 частей. Еще 900. Общее количество денег сколько появилось в банковской системе? Было 500. Это только Галя положила деньги. Денег было 500 и товары были 500. Стоит Галя положить 100 и денег станет 500 плюс 900. Итого 1400. И какой курс теперь денег? Инфляция. Полира, можно на пример. Да. Тихо-тихо. Давайте, потому что я хочу это самое. Скажите, а если все деньги положим? Сколько будет 500 на 10 помножьте? 5 тысяч. То есть 500 товара, а 5 тысяч денег. И сколько денег у вас украли? Теперь за свою гривну вы можете купить только одну десятую часть. Вы поняли? Вот это называется банковская операция с частичным покрытием. 10% типа частичное покрытие. Уловили? Но мало. Я хочу, чтобы быстрее люди работали. Люди же кредиты набрали под залог конкретного имущества. Что я делаю? Без всякой рады, без всякого там всего прочего. Просто решением правления центрального банка делаю ставку резервирования 20%. То есть 5%. Это будет 0,05. Сколько теперь я могу выпустить единицы на 0,05? 20. 10 тысяч. Сколько теперь я у вас стырил? Это же еще не все. Значит денег стало больше, народ засуетился. Почему? Потому что все же тешевеет. Инфляция же. Надо покупать. Квартиры дорожают. Надо покупать быстрее. Почему? Деньги есть. Спрос растет. Правильно? Покупаем. Строителям выдают кредиты. Потому что надо люди и деньги. Надо выдавать. Они тоже берут кредиты. Классно. Куда же не денется, да? А потом что? Все набрались кредитов. Под залог все уже там. Молодцы. 20 процентов. 0,2. Теперь денег в системе сколько может быть? Только. Единица на 0,2? 4. А у меня сколько? 20 было. Значит сколько надо уменьшить? На 16. И теперь банк не выдает кредитов. Почему? Надо же вернуть то, что забрали. Только вернуть надо с процентами. А процентов нет. И вот игра. У нас 12 человек и 11 стульчиков. Что такое оживление? Это музычка играет. Все вокруг стульчика входит. Что-то кризис. Музыка перестала. Все на стуле. И кому-то не хватает. Банкрут. Имущество сюда. Кому? Конечно. Теперь твои денежки, которые не верят. Деньги исчезли. Когда мы возвращаем кредит, деньги исчезают. Просто надо вернуть кредит. Вот эти 10 тысяч липовых исчезают. Они просто исчезли. Куда? Туда, откуда появились. В воздух. Представляете? Из ничего сделали деньги, а потом изъяли. Просто путем не выдачи кредитов. Денег мало, людей не хватает денег. Рассчитаться с банком нечем. А надо рассчитаться плюс проценты. А их нету. Давай сюда. Забрали, 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 забрали. Так. Если вы решите, он правительство. Саня, к нему. Вот вам транспарат. Я еще и проплачу. И тут же организую следующую партию. У меня есть за что. Вон, долой. Я первый буду идти в оппозиции. Сашу долой, 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 долой. Все дружно. Долой. Решаем и так далее. Сашку убрали, поставили Мариночка. Теперь Марина. Если Марина знает финансовую грамоту, хрен она туда пойдет. Конечно, Серегу наймем в Беркут. У нас деньги есть, чтобы защищал Сашу от нас. И будем играть в игру под названием демократия. Поняли идею, да? А как же центральный банк? А если я не покладу в банк денег, то что будет? Это элементарно. Тогда есть такая вещь, как называется правительство. У нас же Саня есть. Ему же зарплату надо платить. Тогда он кредит возьмет в центральном банке. И покладет их на депозит. Почему? Надо. Решение правительства, да? Наши депутаты проголосуют. И как это? Демократические избранные. Да? Уловили идею? А как сделать, чтобы вы меня выбрали? Понятно, что надо на денежки, которые я повыпускал, купить прессу. И всем вам рассказать, какая Леся классная девочка. По партийному списку. Леся, наберешь себе там девочек. Вот тебе. Мотивация это подарок. Подумай ничего, да? Троих человек в список забрала. Блин, списка. Там водителей, да, по-нахи. Кого угодно. И все равно никто не знает. Мы сейчас расскажем, какие они классные. В средствах массовой информации, рассказы, какая классная Леся. Все, Леся, ура. Тут же в газетах, будь депутатом, это круто. Там и май, бах, 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 бах. И при этом мы со мной, остальных еще и дологи взаимы. Почему? Тебе же зарплату надо давать. С чего? С этих, что ли? Нет, конечно. С тех, что остались. С какой стати свои деньги будем отдавать? Правильно? Я же лучше у вас взвешу. Тем более, никто же ничего не отдупляется. Все же умные. Ваши дипломы. Справка о полной финансовой невежестве под названием инженер системы техник вычислительных машин. Так какая разница, как называется, идиот? Как вы Германию не называете? Называется плата за невежество. Вот так работает банковская система. Что здесь надо сделать? Что здесь можно сделать? Ответ – ничего. То есть, по сути, вы в казино, в котором 100% рано или поздно проиграете, а не играть не можете, потому что вы родились. Ну, такие вот правила. Единственное, что можно купить казино. Тогда с охраной будешь ездить, защищаться от нас же, тех, кто проигрывает в казино. Что здесь важно сделать? Ну, понятно, ларчик очень простой. Если уже в тебя забирают деньги с помощью вот этого, то сделай так, чтобы это не у тебя забирали. А в кого? А у куброчки. Ну, то есть, не работай ради этого. Ну, что, все равно заберут. Что ж, тех несчастных 5000, тех еще повзимают. Это еще и инфляция заберут так, что и не заметишь. Ну, вы же помнили. Забирают не забирая, а дополняя деньги, и поэтому никто и не видит. Но это нечестно, как минимум. Несправедливо. Это изъятие общественной собственности. Вот такими занимаются. Это недавно у нас, с 91-го года такое началось. Потому что до этого было по-другому. И поэтому даже цены когда-то, ну, потом немножечко пожадничали, да, решили хватануть по-легкому. Что здесь можно сделать? Здесь понять, важно, что понять. Что нам не деньги нужны. Нам на самом деле нужны ресурсы. Правильно? Платье, там, то-то, то-то, то-то. То есть, тем более, что если даже выпускаются деньги, центральный банк только банкноты выпускает. Банкноты – это бумажки, это часть денег. Бумажки, которые лежат на складе и не являются деньгами, пока они пойдут в оборот. И поэтому, когда я прихожу в банк и говорю перечислить вот с этого банка в этот деньги, то что это? Это значит, что центральный банк развез по банкам банкноты, они в хранилищах лежат, и деньгами не являются, заупакованы в пачках. Видели? А я прихожу со своими 100 гривнами, сдаю их в банк, банк кладет их в хранилище, и на счет на компьютере Ирочка набирает 100 приход. А когда я пишу перевести туда-то, или сейчас смс-кой набираю, он пишет расход, но поскольку это одновременно в центральном банке, то в этом банке 100 приход на тот счет, кому... А потом, например, Люба идет в этот банк из хранилища забирает 100 гривен. Поняли, да? То есть, это просто средство, тут поклал, там забрал. Тут поклал, там забрал. То есть, деньги сами не ходят. Ходит только информация, там снять, там дать и так далее. А центральный банк следит за тем, чтобы количество приеденного и уденного... Ну, не это самое. Да. Ну и понятно, что центральный банк, вы поняли, да? Он же не подчиняется нашему государству, по закону. Ну, какой-то такой закон международный, да? Да, но очень хорошо подчиняется Международный валютный фонд развития и так далее. Для которого он, вот этот, является центральным банком, так же, как центральный банк для этих. Соответственно, эти ставят свою ставочку резервирования, на основе которого эти. Поняли, да? Никому не подчиняются. Да, нет, подчиняются, да? Он подчиняется центрально-резервной федеральной системе, федерально-резервной системе, то есть, центральному банку Соединенных Штатов Америки. Но он не подчиняется, просто он имеет, он же акционерный. Остальная доля акций имеет центральный банк, типа Америки. Но в Америке нет своего центрального банка, у них своей валюты нету. Вообще. Потому что центральный банк Америки, это не центральный банк Америки, это просто частная лавочка, которая называется резервная федеральная система. Я, Саня и Таня, мы создали, убедили в 13-м году народу Америки, что мы им нужны для стабилизации, потому что там немножко плавало. Мы типа стабилизируем. Там приняли закон о центральной резервной федеральной системе, по которому в этой стране разрешалось имитировать деньги только нам. И теперь мы их имитируем. Сколько? Да сколько надо? Саня, сколько сегодня? Палец пососали, высосали оттуда, сколько имитировали? И дали в долг правительству Соединенных Штатов под процент. А также в страну под названием Украина. Мы в долгах, правда? И поэтому все страны должны, вопрос кому? Вот на сегодняшний день вот эта бригада управляет всем миром. Но они никому же? Они? Вы не подчиняете? Ну, есть у меня версия, кому они подчиняются. Я догадываюсь. Где она там? Европейский банк, Банк Англии тоже там же отдельно. А они все в одной лавочке. Точно так же выпускают. Банк Англии – это тоже частная организация. Как я это самый в этом… Ну, это частные ребята просто выпускают деньги. Вот вы делаете что-то свое, а не деньги. Притом не деньги в смысле бумажка, а деньги в смысле нулей. Ну, там целая система, посмотрите фильм «Бесценные доллары». Самое главное, а что мне в этом дело делать? Теперь понят самое главное, что я, первое, что мне нужно делать, это знать, что мне нужны не деньги, а ценности. Это раз. И второе, что нужно знать, что то, в чем я ценный, ценно для других людей. Согласны? И третье, если у меня будут с ним классные отношения, то мы можем поменять мою ценность на то, в чем ценный я, на то, что ценный ты, без всяких денег. Или создав свои деньги. Да, и все. И тогда при какой бы там валюте не было, как бы государство шоу, сегодня эти деньги, так, ага, накопились, что-то много их, а ну-ка, давайте поменяем на другую. Ой, это был логотрон какой-то по газетам. Нам расскажут необходимости научной, очень научной изменения одной валюты на другую. В итоге, если бы кто больше заработал, те потеряют, а те, кто побольше людей, но поменьше денег, то как-то дадим, чтобы вы не сильно орали. То есть, такими трубами, изымем тех, деньги, кто не в калоши, как говорится, не в семье. И так дальше. То есть, вот такая система сегодня стоит. Единственный способ с нее выскочить, но это создавать свои. Притом, я сейчас масса юридей, почему я изучаю вот эти все вещи, что рано или поздно люди начнут создавать громады, потому что эта информация уже не закрытая. Все больше и больше людей отдупляются. Уже и Россия, Путин отдуплился. Что подойдет? Так это что? Чтобы нам выпустить новые деньги, нам надо закупить столько же долларов? Да, по правилам, которые Ельцин вел. Как в России, так и в Украине. Если нам нужна эмиссия денег правительством, то правительство должно быть в... иметь золотовалютных запасов, почему не золото, я не пойму, там золото не пахнет, да? То есть, долларов попроще закупить, которые не золото и не валюта, да? Потому что они вообще ничем не обеспечены. Закупить долларов. И таким отпором создается спрос на доллары. Совершенно верно. Но они их печатают пальцем на компьютере, да? А мы за эти доллары должны что-то вывезти из страны, туда отдать за эти цифры в компьютере. И поэтому, конечно, у них хорошая система демократическая, да? И они внедряют эту систему у нас и показывают, что мы все никак в нее не примем. Как мы ее не стараемся? Вот как-то нам не доходит. В Европу срочно надо. Вот без Европы как-то так нас не это самое. Я когда понял, что демократия в принципе невозможна во всем мире, потому что не за кого будет, не за счет кого будет. То есть кто-то должен в эту демократию играть. Ну и с кем-то надо бороться. Почему? Потому что борьба – это классное средство выдать кредиты. Война прошла, надо же отстроиться. Кредиты. А чтобы война началась? Кредиты. Вот тебе и бизнес. Создать где-то войну, выдать кредиты. Понятно, что если люди у власти пытаются защититься, то они будут все забывать и брать кредиты аж бегом. Не думайте, Гитлер воюет за всем миром, а швейцарию никто не трогает. Что-то не трогает. Она нейтральна. А то ему не плевать, нейтральна она или непривальна. Что-то же не трогает. Почему? Потому что война финансировалась с этого же центра. Что со стороны одной, что с другой. То есть сидишь и финансируешь две стороны, обоим выдаешь кредиты. Кто-то выиграет. Правильно? Кто бы не выиграл. Ты по-любому выиграешь. Самое главное, что когда между собой победитель с этим, то одно из правил победившей стороны вернуть все кредиты. И только потом уже с народом. Ну еще и заплатить выигравшему. Этих тоже вернуть. Почему? Ну кредит святое. Это карточный долг. Понимаете? Тут же без этого нельзя. Ну а кто не очень согласен с этой системой, то у нас есть мотивация в виде НАТО, в виде ФБР. Мы уже найдем, кто там у нас. Айкаида. Если нет, то сделаем тебя Айкаидой. Будешь ты у нас Анкайя. А мы будем тебе рассказывать как о террористе. И целую кучу денег. Если таких нету террориста, то мы устроим. И потом на тебя уже свалим. Будем искать тебя по всему миру. Пять лет. Потом найдем. Правда непонятно как, кого. В общем, мы какой-нибудь туфту вам впарим. Не переживайте. Вы поверите. Почему? Потому что средство информации, вы же понимаете. И так дальше. То есть лохотрон. Ну как-то же должны люди проснуться. Проснуться. Поэтому почему важность связи здесь? Потому что если мы не умеем создавать единство, и задача какая? Разъединяйте. Потому что разъединенный человек, ему можно втирать уже все, что угодно. Он никому не доверяет. И чем больше людей не доверять, тем легче им управлять. Таким вот образом, Творец мотивирует нас объединиться, создать какие-то свои взаимоотношения, значит разбираться. То есть повышать свою информативность в отношении денежной системы и понять самое главное, что если мы трудимся, то мы создаем дополнительную стоимость. Если появляется какая-то необходимость в этом самом, в эмиссии, то это наши деньги. Потому что если их делают под видом банковских процентов, то это просто изъятие денег, воровство попроще. Которое узаконено точно так же, как миротворческая операция, это просто узаконенная война. Здесь воровство называется банковские операции. И это даже не знают банковские сотрудники, даже руководители банка. Почему они наемные такие же, многие чиновники, они же депутаты этого не знают. Почему? А этому не обучают. Такая вот финансовая грамма. Поэтому что я могу сказать? Стоит рыцарь на дороге, направо пойдешь, морду набьешь, если не объединишься. На левую пойдет, морду набьем, рыло начистим, звезду лей дадим. А будешь стоять, то прямо тут, трендячим, да придем к тебе, объединяйся, объединяйся. Не хочешь, не надо. Будем бить морду. Тем или другим. Притом сделаем, что ты своими же руками себе будешь бить морду. Еще и обижаться, то есть уничтожая себя, если все равно проснешься, рано или поздно. Вот, ребята, такая вот финансовая грамота. Поэтому задача самая простая. Научиться создавать взаимоотношения, создать что-то ценное и сделать за счет сетевого маркетинга под названием комплимент и так дальше, так, чтобы о тебе узнали как можно больше людей. Тогда создается спрос. Сейчас, слава богу, есть целая куча инструментов, потому что для системы не играет роли сегодня. Кто ты такой? Если ты знаешь, как пользоваться в интернеп какой-то Тарапуньковке, то с этой Тарапуньковке ты можешь свою эмиссию делать путем эмиссии своих ценностей. И вы взимодите ценности. Если ты этого не знаешь, то плати. Или, как Виктор Минин сказал, что на время перехода, когда рушится старое, а сейчас оно уже не выдерживает, потому что пирамида уже так разрослась, вы же сами понимаете, рано или поздно количество начинает экспотенциальное. И получается так, что сейчас, чтобы доллар выпускать, если его выпустить на покрытие всех процентов, то будет резкая инфляция по доллару. Доллар теряет авторитет. Если его не выпускать, будет дефляция. Потому что будет не хватать денег, тогда народ начнет бурлить. А как сделать так, чтобы и рыбку съесть, и овцы, и так дальше? Два варианта. Либо развалить какую-то страну, а потом кредиты выдать. Либо устроить какую-нибудь войну. Но войну никто не хочет воевать. Все уже понимают. Южное, Северное сказали, не хотим воевать. Не-не, не Мизан, мы воевать не будем. Иран там с этим, с Израилем тоже не хотят воевать. Но никто не хочет воевать. Даже арабы и те ленивые так пошумели, да? Ну, вот сирую беднягу пытаются что-то еще, но как-то застряли на той Сирии, непонятно что. И так дальше. Никто не хочет воевать ради благополучия в Соединенных Штатах Америки и Швейцарии. Ну, как-то не хотят. Ну, что, ну, так кипиш устроить. Будем мирно воевать. Бульдозерами, с одним спецназом, втирая народу о необходимости евроинтеграционных процессов. Да. Ну, это, собственно говоря, пока по финансовой грамоте все. Есть отдельный курс по финансовой грамоте, каким-то образом пользу. Все, что я могу сказать, это пользоваться по правилам тем, что есть. Вот эти три фишки. Увеличивай дельту, сберегай дельту и курочку найди. Это самая оптимальная стратегия в эпоху казино. Оптимальный вариант делать свое казино, только деньги, которые взимаются сейчас за счет эмиссии, распределять между собой. В истории цивилизации было несколько этапов, когда такая система работала. Например, когда Англия открыла Соединенные Штаты Америки, они как-то не отдуплились. Ну, там колонии, что-то там тянули оттуда. И слава богу. Американцы шустрые, потому что туда смелые уезжали, тем, которые здесь, туда. И, естественно, начали расти, быстро строиться, потому что предпринимательский дух, там по-другому не выживешь. И так дальше. Естественно, понадобились деньги. Поскольку Англия о них не позаботилась, они выпустили свои. И начали работать. О, по 200 товаров, опт, эмиссию, все побогатели. Есть страна, колония начала резко обогатеть. Из всех колоний английских, единственная колония, которая справлялась с этими налогами без вопросов. И англичане задумались, а что за фигня, а как это не отдают? И когда поняли систему, то поняли, мы же скоро им не нужны будем. Естественно, тогда ввели закон о золотом запасе, что выпускать можно только под золото. А поскольку в Америке не было золота, его надо было покупать в этом самом. И сразу же начались депрессии, сразу же начались эти самые. Почему? Потому что запрещено и так далее. Вот так началась гражданская война в Америке. Типа за независимость. Потому что это наглое такое изъятие денег. Нет у вас золота? Нет, нет, все правильно, только золото. Так у нас нет. Ну, это ваши проблемы. Покупайте, у нас есть. Вот цена. Дорого. Так поторгуйтесь, походите по пустыне. Естественно, такой наглость эти взбудрились и начались кипиши. У нас еще не дуплились, поэтому мы пока еще покупаем их золото, которое даже золотом не является, а просто нулями в компьютере. Называют это золото валютными. Ну, миротворческая операция. Демократия. Как еще назвать, чтобы уже проснулись, да? Черное, белое назвать. Войну миром. Террористы. Людей, которые поняли, террористами. Аль-Каиду, который сам уже создали для борьбы с Советским Союзом в Афганистане, объявили врагом. Это просто Аль-Каид, это база данных в переводе. Базу данных объявили врагом мира, терроризма. И теперь с ней борются. А ее нету. Ну и надо придумать.